Привет от марксистов Ярославля, от товарища Ярославского нашего YouTube-канала. Я рабочий корреспондент, Александр меня зовут. Сегодня поговорим о двух моментах, о двух важных событиях, о двух коллективах, можно так сказать. Это в первую очередь о замерзающем Ростове, Великом Ярославской области, где люди находятся некоторый уже шестой день без отопления. И второе, то есть это локотех, рабочая локотеха, рабочая локотеха, группа локотеха, дипо локотеха, подразделение локотеха. Тот рабочий локотех, который пытается бороться за свои коллективные права. И обобщается это проблемами, таким вопросом, как проблемы и возможности самоорганизации. Как мы увидели по работе по Ростову, что с самоорганизацией пока все, к сожалению, плохо. Нету ни советов домов, ни активистов домов, ни старост. Люди разрозненно, хорошо, что пишут в интернет, говорят, какие есть номера домов, какие там есть проблемы, какие есть температуры. Не о том, чтобы записать совместное видео, составить акты, какая температура в квартирах и подъездах. Чтобы составить акты, сколько сожгли электричество и газа на обогрев во время отсутствия тепла, совместно заваливать прокуратуру, администрацию, управляющую компанию по электронной почте претензиями и требования компенсации. Пока такого нет. Но люди откликаются, мы получили десятки, если не сотни отзывов. Мы с людьми будем связываться, будем стараться создавать такие чаты, группы, советы домов, районов, подъездов, чтобы люди умели общаться, обсуждать общие проблемы, принимать общее решение. Мы в этом поможем. Уже есть ряд договоренностей. Возможно, даже мы съездим к вам в Ростов, великие товарищи. Так что ждите. Соответственно, спасибо, опять же, всем СМИ, в первую очередь, то есть неофициальным, не системным. Такие, как там подслушано в Ростове различное. Подслушано в Ростове Великом. Это очень важные такие моменты, что постили, постили, постили. Спасибо свободному Ярославлю, Андрею Брою, который тоже туда съездил вместе с депутатом от КПРФ Натальей Бобряковой. Показали, что там происходит. В итоге там губернатор вынужден был признать эту проблему. Но, тем не менее, информация искажена, и мы это не оставим. Мы будем долбить, долбить, долбить до следующей зимы, чтобы меняли трубы, чтобы это все проверяли. С одной стороны, с другой стороны, людей организовывать, чтобы у них были свои коллективы для контроля всех этих работ. Работ по подготовке к зиме, жизнеобеспечению их домов, их жилищ. Так что, рады были со всеми познакомиться. Будем продолжать это знакомство дальше. По локотеху, товарищи, извините, что вначале пришлось вам выслушать про Ростов Великий. Вроде бы это не связано с локотехом, но с другой стороны, вы знаете, что проблемы в ваших городах, часто небольших городах, примерно те же самые. То есть, станет там какая-то котельная, пророет какие-то трубы, многие города, где расположены депо или заводы локотеха. То есть, они на крайнем севере находятся. И что, соответственно, делать? Тоже придется заниматься такой самоорганизацией. Но теперь мы поговорим, соответственно, про самоорганизацию в депо, на участках, на заводах. Тоже необходимы чаты, группы, свои каналы, советы, бригад, участков, депо, заводов, где вы будете обсуждать свои общие проблемы и вырабатывать решения. Да, я понимаю, что ваше руководство, их прихвостни пытаются вас запугать, что не надо об этом говорить. Но, с другой стороны, если не мы, то другие люди будут освещать. Причем, вся эта информация будет выходить все больше и больше. Что часто пытаются как-то манипуляционно ваши начальники с локотеха обвинить, что вы там сливаете какую-то информацию, еще что-то. То есть, никто никакой секретной информации не сливает. Если у вас есть, начальники, доказательства, вы доказывайте. Привлекайте, правоохранительные органы и все прочее, все на вашей стороне. Или, скорее всего, вы убедитесь, что это все незаконно и вам придется отчитываться перед своим начальством. И придется отчитываться перед прокуратурой, перед прочими этими. То есть, как распределились деньги, почему рабочим надбавки не платятся, а вы себе платите. То есть, все это пробьется наружу и вам придется за это отвечать. Да, может быть, я там как-то пострадаю, возможно, вы там какими-то исками завалите. Но, тем самым, то есть, вы еще больший поток, соответственно, вызовете, чтобы отключатся другие левые, коммунистические, профсоюзные, блогеры, каналы и так далее. И это будет как ком плюс работники все больше и больше будут ваше включаться в эту работу. Потому что понимают, что нет другой работы, что надо бороться сейчас за свои права. Также, товарищи, всегда, то есть, все через документ делайте. Опять же, то есть, документ, если там не написано, что это конфиденциальный документ, о неразглашении, всегда делайте копию, всегда его снимайте. Советуйте с нами, советуйте с другими юристами. То есть, по командировкам, по доплатам, по каким-то взысканиям. То есть, все это обращайтесь к нам, будем вместе решать. Опять же, то есть, если это не для разглашения, то пусть вас предупреждают, пусть вам показывают документы, подписывают, почему нельзя разглашать, по какой причине. И вы уже скажете, согласны вы это дело, подписывать с этим, ознакомливаться или нет. Так что, рад со всеми вами познакомиться, знакомиться все больше и больше, вам помогать, вам работать, опыт большой. То есть, спасибо тоже пишут и ростовчане, пишут и рабочие, трудящиеся, инженеры с алкотеха. Говорят, что мы видим, что вы работаете для нас, что там, видим, что неподставное какое-то лицо. Здесь я что хочу сказать, то есть, не надо верить нашим словам, вы верьте, пожалуйста, нашим делам, а лучше всего присоединяйтесь, чтобы как раз помогать в них, контролировать в том числе нас в общественной работе, помогать нам. Так что, в принципе, все. Опять же, спасибо марксистам Москвы, спасибо каналам товарища Фиатов, товарища Московского. Они тоже помогут в своих регионах и по социальным, и по трудовым конфликтам. Так что, на связи, до скорых встреч, товарищи. Что забыл, расскажу потом. Пишите вопросы, пожалуйста, в ВК, в Телеграме, в комментариях, в Ютубе. Всем тепла в ваших домах. До свидания, товарищи.